Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мужчина настаивает на то, чтобы я переехала к нему жизнь на его жилплощадь, пишет автор вопроса. При этом мы знакомы меньше чем месяц, ему 30, у нас разница 5 лет, он был уже женатся, его год жил вместе, детей нет. Я была замужем 5 лет, и сын 3,5 года. Я ему сказала, что не готова так быстро жить вместе, но и на время. Он вроде понял, сказал, что будет ждать, но я понимаю, что он опять эту тему заводит и уже просто развращает. Я, например, опасаюсь такого развития отношений стремительных, и не понимаю, куда спешить. Для начала нужно так встречаться. И также бесят такие разговоры, типа я его, ему нравлюсь, и я его. Такое ощущение, что я его собственность. Вроде человек неплохой, но такое поведение, как будто неуверенный в себе, или что-то не так в нем. Я чувствую, скоро контроль будет, что и куда я пошла. Особенно, если жить вместе. До этого у меня были отношения, но такое впервые, в большинстве я, конечно, решала, но в данном случае, мой сын слишком много берет на себя. Даже решает, что и куда лучше моему ребенку. А также, что он не хотел бы, чтобы бывший муж и отец ребенка вмешивался в воспитание сына. То есть, если мы будем жить вместе, то он будет этим заниматься, и чтобы отец его не лез. Еще, мне кажется, он таким образом и хочет, возможно, ограничить и свое общение с бывшим мужем. Хотя и мое общение, ваше общение с бывшим мужем. Хотя у нас общение чисто по поводу ребенка, и все. Как быть, подскажите и прекратить лучше такие отношения. Аноним, вы знаете, я думаю, что, ну, как быть и прекращать вам отношения, или, соответственно, не прекращать, это решать вам. Только вам. Больше это, ну, никто за вас это не решит. Поэтому я думаю, что вы немножечко здесь, так скажем, не к тем людям обратились. Мы не даем советов. Психологи не дают советов. Но, на что я мог бы обратить ваше внимание, на несколько вещей. Первое. У вас был брак. И он не сложился. У этого есть причины. Даже если вам эти причины очевидны, для вас они очевидны. С этим все равно нужно разобраться, потому что ситуация такова, что вы можете чего-то не замечать, вы можете чего-то не знать, вы можете чего-то не видеть, а это достаточно важно. Достаточно важно для того, чтобы оказывать существенное влияние на то, как сейчас вы ведете себя с мужчиной. Кроме того, любой развод это травма, соответственно, с ней, с травмой, нужно работать так же, чтобы последствия не оказывали сколько-нибудь существенного влияния на вас и на ваше поведение, условно говоря. Вот. В данном случае, судя по тому, что вы описываете, этого не произошло. Следующий момент. Налицо принципиально разные, как мне кажется, налицо принципиально разные, как мне кажется, восприятие отношений. у вас, у вас одно, у мужчины, соответственно, другое, что нормально, вполне, и не совсем понятно, чего вы ожидаете, чего вы хотите, на что вы надеетесь, на что вы рассчитываете, потому как, там, вне зависимости от того, уверен ли в себе человек или не уверен в себе человек, он имеет право продвигать такой тип отношений, которые ему нравятся, которые ему, ну, представляются наиболее адекватными для себя, по крайней мере. А вы имеете право свой взгляд на взаимодействие продвигать, так же, потому что у вас своя позиция, это нормально. можно эти позиции как-то соотносить, но только через последовательное, я бы сказал, последовательное продвижение своих личных границ. По-другому, мне представляется достаточно маловероятным, чтобы люди с, ну, довольно разными позициями могли вместе как-то сосуществовать. У вас этого, соответственно, не наблюдается, потому что вы раздражаетесь, а у раздражения есть свои причины. То есть, понимаете, раздражение это такая двойственная история, когда с одной стороны я хочу человека, который ну вот непосредственно со мной в контакте находится, хочу его несколько держать подальше, но с другой стороны я чувствую какие-то может быть сомнения, страхи, тревогу, вот, и, соответственно, это вместе образует раздражение. Вот. Если бы этого не было, то вы бы просто человека ну, как бы отодвинулись, да, вот, насколько вам комфортно, да, насколько вам удобно, и, в принципе, все, все бы на этом закончилось. А так получается, что вы этого не сделали, и у этого есть причина. очевидно, что вы сомневаетесь. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что вы называете мужчину, да, вы называете мужчину неплохим человеком, вы называете его неплохим человеком, и для вас очевидно, это что-то что-то значит. То есть для вас очевидно, что это значит, что он неплохой человек. Я полагаю, что вот некая потребность ваша, которая, ну, вот, проявляется в этом, в том, что он неплохой, не до конца осознается. Ее также нужно заметить, осознать, вот, желательно ее принять, так сказать, имплементировать в ваше сознание, чтобы вы могли в том числе учитывать ее при реализации своего поведения. Пока что этого, опять же, к сожалению, не происходит. Пока что вы просто говорите, что, ну, вот, я вот знаю, что будет определенный негатив, я вот знаю, что скорее всего будет контроль, я вот вижу уже какие-то негативные тенденции, допустим, в сторону моей свободы, да, и т.д. и т.п. Но человек, он неплохой, и я как бы не знаю, как поступить, я сомневаюсь. То есть вот эта двойственность в какой-то степени противоречивость, является проблемой, которая, скорее всего, привела к распаду вашего брака. Вот. И, соответственно, данная противоречивость это верхушка Айтберга, за ней скрыт определенный личностный конфликт ваш, с которым нужно работать, и, соответственно, его, ну, необходимо вам разрешить. Вот. Как и с чем он связан, соответственно, здесь сказать невозможно, потому что, ну, необходима история вашей жизни, и просто вообще с вами поговорить, чтобы увидеть, что это за проблематика и т.д. Вот. Пока что я могу, я могу только, например, предположить, да, я могу предположить только некоторую проблему, то есть я могу предположить, что у вас есть, допустим, некоторые трудности, вот. А я могу предположить, что у вас есть некоторые проблемы, да, связанные, допустим, ну, допустим, с выражением своих, например, чувств, вот, с выражением своих эмоций, вот, и как-то вот с этим мужчиной вы увидели возможность это проявить, вот. Хотя, как бы, ну, ну, понятное дело, да, что здесь могут быть определенные проблемы, вот, если вы это делаете, если вы, ну, так себя проявляете, вот, соответственно, это нужно корректировать, вот, и помочь вам в этом разобраться, вот, так, по крайней мере, мне, мне в данном случае это видится. я не претендую в данном случае на истину, вот, я не хочу сказать, что утверждаю, наверняка, то, о чем говорю, но, тем не менее, такое предположение, такая гипотеза у меня присутствует, вот, т.е. казалось бы, казалось бы, простая штука, не хотите вы свяжаться, свяжаться с мужчиной, не свяжайтесь, в чем, в чем проблема, не свяжайтесь, если не хотите, а для вас почему-то это проблема. Чувствуете, что вас, там, не знаю, контролировать пытаются и прочее, прочее, ну, и все, значит, человека нужно держать подальше, вот, но нет, вы почему-то этого не делаете, у вас почему-то идет, как будто бы, сопротивление, вот, и вот это вопрос, понимаете, да, вот это вопрос, на который вам необходимо, как мне кажется, себе ответить, вот, и дальше уже будет, как мне думается, проще, вот, проще в себя, ну, в себя разобраться, да, вот, так, я думаю, можно, можно вам с точки зрения психологии ответить, на этом все, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, и удачи, обращайтесь за помощью, обращаться, это �로 Продолжение следует...